В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Главный христианский праздник, день Святой Пасхи, отметили в Караганде. В ход восстановления поселка Кукпекты обсуждали в Акимате области. 90 слушателей Карагандинской военно-технической школы и Министерства обороны республики приняли присягу. Проблема поселка Кукпекты Бухаржраусского района на сегодняшний день является самой актуальной. 618 миллионов тенге требуется для капитального и технического ремонта поселка. Жителям, пострадавшим от стихийного бедствия, максимальную помощь оказывает не только Карагандинская область, но и вся страна. Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан Владимир Башко приехал в регион, чтобы ознакомиться с состоянием поселка. Сопровождал министра Аким Карагандинской области Баужан Абдешев. Напомним, трагедия в Кукпекты произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля. Десятки домов были полностью разрушены. Многие жители остались в буквальном смысле без крыши над головой. Погибли люди и скот. Сейчас усиленными темпами ведутся восстановительные работы. Пострадавшим от наводнения поступает помощь в виде продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости. На сегодняшний день 330 семей получили гуманитарную помощь. Волонтеры из числа местных жителей раздают их только пострадавшим. Делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Башко посетила места, где ведутся работы по оказанию помощи сельчанам. Также министр встретился с жителями поселка. Власти прилагают все усилия, чтобы оказать всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим от наводнения. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев держит ситуацию под контролем. Многие семьи переселены в Майкудук в жилье под наем за счет Акимата. Некоторым выделены комнаты в общежитиях города для временного проживания. Гуманитарная помощь от населения поступает ежедневно и распределяется согласно списку. Гуманитарная помощь в Восточный Казахстан, Бельбек, Маспеш, очень хорошо помогло. 300 голов, мелкий рогатый, скот, стройматериалы, цемент, Астана, им. Галина Рудолевич, 20 тонн. Гуманитарная помощь в виде продуктов питания, масла и татаринка всего. Было проведено заседание комиссии по вопросам ликвидации и последствий чрезвычайной ситуации в поселке Кукпекте. Был заслушан отчет о проводимых работах областного Акимата и департамента ПУЧС. Аким Каргандинской области Баужан Абдишев в цифрах озвучил причиненный ущерб от наводнений в Кукпекте. В результате подворного обхода выявлено 2687 единиц погрежденного имущества. Это водовая техника, мебель на общую сумму 118,85 миллионов рублей. Количество пострадавшего транспорта 76 единиц, в том числе 56 миховых обходов будет. Сумма нанесенного ущерба субъекта малого ничему составляет 4,7 миллиона тенге. Из них на сегодняшний натуральный выражение мы восвестили 680 тенге. Это товары, которые были в данных магазинах. Остальная сумма составляет ремонтные мероприятия, которые мы дальше будем восстанавливать. Как выяснилось, 111 человек имеют потребительские кредиты в банках второго уровня. Власти проработали данный вопрос и решили его в виде временной отстрочки платежей. В своем докладе глава области отметил, что все поручения, которые были даны на прошедшем заседании комиссии, полностью выполнены. Ситуация в Кукпекте постепенно налаживается. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Башко заверил, что приложит все усилия, чтобы ускорить процесс. Только для этого понадобится время. Как мы обещали гражданам, мы к сентябрю должны к первым холодам восстановить все жилье, чтобы граждане въехали в свои дома. Думаю, что все последствия, связанные с этим чрезвычайным ситуацией, будут ликвидированы. Общественность не остается в стороне. Государственные организации и учреждения, в том числе и предприниматели, перечисляют однодневную заработную плату пострадавшим от стихийного бедствия. Оказанная помощь – свидетельство того, что мир не без добрых людей, и пострадавшие от стихий не остаются один на один с бедой и вновь обретут спокойствие в своих домах. Гульнор Жакен, Айден Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Около 9 тысяч гектаров земли в шахтерской столице не хватает для посадки новых деревьев, чтобы карагандинская атмосфера пришла в норму. Однако этот вопрос скоро должен решиться. Минувшие выходные представители местной власти вместе с молодежью посадили около 100 зеленых красавиц на бульваре мира. И наша съемочная группа помогала в посадке. Что бы ни говорили жители шахтерской столицы о проведенной акции в минувшие выходные с участием руководителей Караганды, но на такие субботники рекомендуется выходить всем без исключения. И это не зависит от того, кем и где ты работаешь. Сделать город красивым и уютным должен каждый ее житель. Внести свою лепту можно по-разному. Вот, например, посадить дерево. В последнее время все больше людей стали выходить на субботники. Если в прошлом году очищали город от мусора около 30 тысяч человек, то сегодня цифра выросла почти в два раза. Карагандинцы начали понимать, что чистота – это залог здоровья. С этим соглашается и лидер Альянса студентов Казахстана по Карагандинской области. В первую очередь, как я уже сказал, внести свой вклад в развитие нашего города, в озеленение. Ну и, конечно же, это, можно сказать, миссия, наверное, каждого гражданина нашего города, чтобы наш город стал более чище и лучше. На субботнике, который проходил на улице Бульвар-Мира, чиновники вместе с молодежью посадили более ста хвойных деревьев. 120 сосен ели и замут свое достойное место и в парке 50-летия Майкудука. В честь юбилея города в шахтерской столице появятся всего 80 тысяч деревьев всех пород. Представитель Совета ветеранов Казахстана в районе очень рад тому, какие изменения происходят в нашем городе. В настоящий момент в Караганде не хватает порядка 9 тысяч гектаров земли для посадки новых деревьев. Однако этот вопрос скоро должен решиться. В планах у руководства города сделать зеленое кольцо в угольной столице Казахстана для чистоты воздуха и комфорта наших жителей. Николай Кровец, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Общегородской субботник проходил и в Парке Победы. Здесь предприятия и организация Караганды занимались посадкой деревьев. Более сотни сосен и вязов были посажены в этот день. На майские праздники они будут радовать горожан и ветеранов. В Парке Победы с зеленением аллей занимались работники Караганда Марганец, банковские служащие и налоговики. 60 вязов высадили в подарок карагандинцев бухгалтеры и кассиры. Пришли на субботник семьями. Малыши больше смотрели и поддерживали своих родителей, не решаясь капризничать. Понимали, дело серьезное и взрослых лучше не отвлекать. Посадка деревьев – это не баловство. Караганда, к сожалению, входит в тройку городов Казахстана с самой загрязненной атмосферой. И каждое новое дерево дает нам возможность дышать полной грудью и чистым воздухом. 20 сосен посадили работники Караганда Марганец. Традиционно занимались облагораживанием своей аллеи налоговики области. В 2011 году в честь 20-летия образования департамента они создали аллею налоговиков и высадили 20 елей. Все 20 саженцев прижились. Значит, люди работали с любовью и получили отличный результат. И в этот день в ТОО «Озеленитель» были куплены саженцы сосен и досажены в персональной аллее. Руководители налогов департамента, руководители управления, целый коллектив. Мы посадили 10 сосен для города. Надеемся, что это будет одной частичкой вклада зеленого пояса нашего города. Пройдет немного времени, и эта аллея, как и другие, превратятся в рощицы. Караганда станет зеленым оазисом на земле Сары-Арки. Сергей Высокосов, Габиден Курышбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В Караганде 90 слушателей военно-технической школы Министерства обороны Республики Казахстан приняли присягу на верность Родине. Ребята прошли курс молодого бойца и окунулись в настоящие армейские будни. За 40 дней учебы курсанты получили воинскую специальность и военный билет. Принятие боинской присяги – это праздник не только для военнослужащих, но и для граждан, которых воины обязаны защищать. Чему можно обучить за 40 дней в военно-технической школе, выпускники демонстрировали в Майкудукском парке. Так масштабно отмечали выпуск слушателей впервые. Это, будем говорить так, пилотный проект. Далее мы будем везде показывать то, что мы умеем, чему научились наши воспитательники. Альтернативная служба дает возможность получить военный билет практически за месяц. В число затрат, кроме питания и проживания, входит стоимость амундирования. По окончании учебы служителям выдают сертификат у прохождения учебы. В Карагандинской военно-технической школе служители получают профессии мотострелка, радиотелеграфиста, механика-водителя. В дальнейшем их зачисляют в мобильный резерв. На время занятий в военно-технической школе работодатель обязан предоставить сотрудникам учебные отпуска. То есть за ними сохранят место работы и должность. А студентов, пока они проходят курсы, не могут отчислить из учебного заведения. Ребята, которые прошли военную подготовку, и по любой команде, по любому сигналу или же призыву прибывают в военный комиссариат и вступают в ряды вооруженных сил. Военный билет для мужчины – это путевка в жизнь. И чтобы этот день надолго сохранился в памяти, Совет ветеранов Октябрьского района Караганды во главе с председателем Маратом Аймагомбетовым предложил начать новую традицию. Выпускники военно-технической школы будут сажать деревья на своей аллее, чтобы через много-много лет прийти сюда и сказать своим детям, а может быть и внукам, «Это дерево посадил я со своими друзьями». Это ли и не есть преемственность поколений? Данный вид подготовки становится своеобразной альтернативой традиционной срочной военной службе. Отбор граждан для обучения осуществляют местные органы военного управления. Определены два периода обучения – с марта по июнь, а также с сентября по декабрь. Всего в 2013 году на возмездной основе было обучено около трех тысяч граждан в рамках всей страны. Так что наш бронепоезд стоит на запасном пути. Сергей Бисокосов, Габиден Курюшбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия профиль «Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система «Профиль Галвин» Профиль «Галвин» 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А А значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка – серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль «Галвин» Морозостойкий, надежный, прочный 80 карагандинских кулибиных собрались в Караганде в одном месте, чтобы представить свои научные проекты Так наш город активно готовится к международной выставке «Экспо-2017», которая пройдет через три года в Астане Николай Кровец с подробностями Уже третий раз в Караганде проходил областной конкурс «Проекты будущего» в рамках подготовки к международной выставке «Экспо-2017» Если раньше свои работы показывали всего 28 ребят, то сегодня их число увеличилось до 80 человек На 100 экспертов они предоставили 60 научных работ Среди участников – учащихся сельских школ Карагандинской области Замечательно, что в этом году, в этом конкурсе, приняли учащихся сельских школ Это Бухаржрауски, Асакаровские, Абайские, город Шахтинск, город Сарань Приехали ребята из города Балхаша В общем, практически регион охвачен Это нас очень радует, что в наших регионах тоже есть замечательные, талантливые дети На конкурсе ребята продемонстрировали свои разработки Некоторые связаны с выработкой электричества и экологией города Видно, что студенты шахтерской столицы задумываются о будущем нашей страны уже сегодня Вот этот одаренный карагандинец предложил свой проект про Марс Здесь можно вырабатывать дефицитную энергию для нашего города, а также добывать полезные ископаемые Эта идея пришла мне около два года назад Я прочитал много кликов о Марсе и знал, что там есть ветра, которые называются пулевыми бурями И с помощью этих ветров на Марсе можно вырабатывать и кинетическую энергию То есть ветер на Марсе дует кофе, лопасти ветрогенераторов Тем самым вращают кинетическую энергию в электрическую энергию Молодые проектировщики из нашего города смастерили даже автотренажеры Кажется, что все давно уже придумано Однако ребята внесли свои новшества для подготовки молодых водителей Обыкновенную электрическую лампочку студенты предложили использовать для того, чтобы быстро научиться играть на гитаре У многих музыкантов, в чем у них проблема, почему они не могут научиться на гитаре играть Потому что у них нет ритма И прибор помогает почувствовать ритм Для каждой песни свой ритм нужен Я вот тоже, когда учился, у меня не было тембра, мне приходилось на слух повторять за видео А с таким прибором быстрее дело пойдет Оценивали местных кулибинах кандидаты физико-математических и биологических наук Победители получили кубки и дипломы, а также возможность участвовать на республиканских конкурсах Николай Кровец, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Продолжаем выпуск Самый главный христианский праздник, день Святой Пасхи встречали карагандинцы в прошлое воскресенье Эти пасхальные дни особо радостны В мае текущего года с первосвятительским визитом на землю Казахстана Прибудет предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл Его святейшество посетит столицу страны Астану Где встретится с архипастерями, духовенством, верующими и с президентом страны Назарбаевым В мае этого года состоится еще одно знаменательное и духовно значимое для всей православной паства Казахстана событие В митрополичи округ из Греции с острова Киркира будет принесен ковчег с многоцелебной десницей святителя Спиридона Тремифунского Великая чудотворная святыня посетит все эпархи Православной Церкви Казахстана в период с 10 мая по 10 июня Карагандинцев с Днем Святой Пасхи поздравил Аким Карагандинской области Боржан Абдишев На торжественное богослужение в ночь субботы на воскресенье в Святый Веденский собор пришли сотни православных карагандинцев Православный храм в эту ночь посетил и Аким области Боржан Абдишев Он зажег свечу, а после поздравил всех православных с Пасхой Сердечно поздравляю вас с этим величайшим, радостным, светлым праздником, с наступающим праздником Пасхи Праздник, который побуждает творить добро, ценить добро, уважать добро После теплых слов пожеланий епископ преподнес Боржан Абдишеву главные символы праздника – яйцо и кулич Некогда к императору пришла Мария Магдалина Римской империи и принесла ему яйцо как начаток жизни Христиане и католики мира в прошлое воскресенье отмечали День Святой Пасхи Самый главный праздник каждый верующий стремится встретить нарядно, с радостью для души и глаз В этом им помогала и помогает уже более 30 лет Ольга Ершова, дамский мастер причесок Любая профессия требует внутреннего горения, о таких людях говорят, им дано от Бога Это Ольга Ершова, уже ровно 33 года она изо дня в день ухаживает за карагандинками, делая стрижки и прически Свою профессиональную деятельность Ольга начала сразу после окончания школы С красным дипломом она окончила учебный комбинат и сразу же пошла работать в гостиницу Караганда Сменив еще пару парикмахерских, кстати, в одной из них Ольга нашла друзей-коллег, с которыми работает по сей день Мастер начала свою деятельность в одном из салонов на орбите и вот уже 28 лет весь район ходит к ней Со многими постоянными клиентами Ольга просто подружилась Я с ними работаю, да, и многие клиенты уже лучше подруги становятся Дамский мастер любит свою работу Наш парикмахер выполняет стрижку и укладку волос в соответствии с тенденциями моды, особенностями лица и волос у взрослых и детей Производит обработку волос специальными препаратами, завивает, обеспечивает, окрашивает Все это Ольга делает с терпением и улыбкой и получается очень креативно, без этого никак, считает она Надо клиента выслушать, надо понять, что он хочет и терпеливо его обслужить Выдержка нужна, не надо вспыльчивым быть человеком, мастером, не надо грубить клиентам Никогда улыбайтесь, и все будет хорошо Как мы уже ранее сказали, постоянных клиентов за 33 года у нашего дамского мастера набралось немалое количество К примеру, Самигат Косенова Женщина раз в месяц, как и положено, обновляет прическу В другом парикмахеру, в другой салон она не ходит Самигат полностью доверяет Ольге Иной раз даже не говорит, чего хочет, а полностью отдается в руки профессионала Она очень добросовестная, доброжелательная Даже иногда без записи приходишь, времени нету, она всегда пойдет на встречу С такой прической можно появиться в любом месте В день празднования Пасхи Ольги клиентов особо много Ведь Святая Пасха олицетворяет переход от смерти к вечной жизни Это праздник Воскресения Иисуса Христа Испокон веков в этот день принаряжались во все самое лучшее А парикмахеру, чтобы соответствовать своему предназначению, доставлять людям радость Нужна любовь к человеку, к ножницам и расческам, без этого никуда Надо очень иметь большое желание быть мастером Большое желание И прежде всего, опять я повторюсь, что надо уважать клиентов Любить человека, понять, что хочет, свою профессию любить Без любви идти не надо в парикмахер Сейчас, по словам Ольги Ершовой, у парикмахеров есть все возможности совершенствоваться Ведь под рукой есть все Ольга поведала, что раньше, в самом начале ее профессиональной деятельности Чем парикмахеры только не пользовались Вместо бальзамов, гелей и других средств Волосы, к примеру, укладывали с помощью пива На пиво, крутили бигуди на пиво На пиво? На пиво, чтобы держался, прическа держалась Но не было укладочных средств Может быть, и раньше был волос хороший у клиентов Мы работали на пиво в советские времена Краски не было Особенно обесцветки Ну что мы добавляли? Соду добавляли На шатырь Мыло терли Шампуни не было Все это было дефицит Волосы уксусом полоскали Потому что не было ландострали Раньше, вернее, называлось ландострали Сейчас бальзам для волос Маска для волос Вместе со своей семьей Ольга празднует Пасху за богато накрытым столом Кроме того, что Ольга дамский мастер Она еще и любящая дочь и мать К общехристианскому празднику Она успела приготовить куличи, паски, торты И многие другие вкусности Кстати, даже в празднике наш мастер находится в салоне По словам Ольги, парикмахерская всегда должна работать и приносить радость людям Амина Смакова, Озас Габасов, Бахтей Распанов, Первый Карагандинский Это были все новости на сегодня Спасибо за внимание Если у вас есть интересные информации Звоните нам по телефону 420649 Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова